Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом продолжает свою работу. И прямо сейчас у нас на связи заместитель руководителя Ростельхознадзора Константин Савенков. Константин Аркадьевич, добрый день. Добрый день. Мы сегодня поговорим о возможной передаче COVID-19 от животных к человеку и наоборот. Как вы смотрите на эту проблему? В настоящее время инфекция COVID-19 широко распространилась среди людей. И существует определенный риск заражения животных в результате их тесного контакта с инфицированными людьми. Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что несколько собак, кошек, тигр были заражены COVID-19 после тесного контакта с инфицированными людьми. Это произошло в Бельгии, в Гонконге, в США. Вместе с тем нет оснований полагать, что животные-компаньоны, заразившиеся COVID-19, могут распространять болезнь и заражать человека. Текущее распространение COVID-19 является результатом передачи вируса между людьми. В результате лабораторных исследований было установлено, что вирус может передаваться от одной, например, кошки другой, от группы хорьков другим хорькам. Менее восприимчивые также вирусоносители могут быть собаки домашние, но в значительной меньшей степени. Хозяевам животных стоит опасаться за их здоровье? В первую очередь хозяевам животных, наверное, стоит проводить обычные меры гигиены, которые необходимо проводить независимо от сегодня ситуации с COVID-19. Эти меры в себя должны включать профилактику гигиену. Если вы гуляете с животным, прийти обязательно помыть, помыть руки, помыть лапы животным, опять себе руки обработать. После контакта с животным также проводить меры личной гигиены. И после кормления больше здесь никаких опасностей не существует. Продолжение следует...